Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Алексей Фёдорович Сухотерин, заместитель начальника третьего филиала госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Алексей Фёдорович! Рада вас видеть в нашей студии. У вас очень интересное лечебное учреждение с огромной историей. Давайте об этом поговорим. Проходила и реструктуризация за эти годы, и сегодня госпиталь, привычный для всех РВСН, немножко переформатировал свою работу. Сейчас вы открыты для жителей Одинцовского района. Хотелось бы обо всём этом сегодня подробно поговорить, в частности, о тех медицинских услугах, которыми могут воспользоваться наши жители. Здравствуйте, Мария! Спасибо большое за эту предоставленную возможность рассказать о госпитале, о его прошлом, настоящем, будущем. Сейчас госпиталь называется «Третий филиал госпиталя имени Вишневска». Относится к Министерству обороны. Но свою славную историю госпиталь начал в 1962 году, и открывался он как филиал госпиталя «Бурденка». Первоначально госпиталь располагался на территории Власихи, и потом, спустя несколько лет, построено то основное здание, которое сейчас и является госпиталем, в городе Одинцово. Большую часть своей жизни госпиталь носил название «25-й Центральный военно-клинический госпиталь РВСН». И именно в таком названии он и запомнился и жителям, и военнослужащим, и ветеранам ракетных войск и Министерства обороны. Сейчас госпиталь находится в подчинении третьего госпиталя имени Вишневского, является третьим филиалом. Но, в общем-то, это не поменяло ни славные традиции госпиталя, ни отношения к пациентам, ни отношения к жителям города Одинцово. В этом году госпиталью исполняется 55 лет. Мы планируем в ноябре провести серьезную конференцию, юбилейную научную всероссийскую конференцию. Приглашаем к участию всех коллег, планируем, что это будет большой научно-медицинский праздник. За эти годы, 55 лет, для лечебного учреждения, с одной стороны, немного, но, с другой стороны, это достаточно, чтобы накопить большой опыт, накопить традиции, накопить какой-то авторитет в медицине среди лечебных учреждений. Ну, госпиталь РВСН, будем сейчас говорить так, это более привычно для наших телезрителей, госпиталь РВСН знают многие. И, безусловно, всем хотелось туда попасть, но раньше это было сделать очень сложно, если человек не имел никакого отношения к военной службе, либо его семья не имела никакого отношения. Как дело обстоит сейчас, насколько вы действительно открываетесь для обычных жителей, могут ли они у вас лечиться и проходить лечение? Да, в настоящее время мы проводим такую работу активно и наращиваем эти темпы. В госпитале, помимо стационарного учреждения, есть еще две поликлиники. Одна находится на Власихе, вторая находится в Одинцово, на улице Садовая. Как вы знаете, на Власихе другого лечебного учреждения, кроме нашей поликлиники, вообще нет. Есть детская муниципальная поликлиника, которая оказывает помощь деткам, а взрослое население все получает медицинскую помощь в нашей поликлинике. В том числе и те люди, которые не относятся к Министерству обороны. Все это стало благодаря возможности оказывать медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования. Сейчас активно ведется работа по оказанию такой же помощи и в поликлинике на улице Садовая. Город растет, район растет, поэтому люди... Но потребности людей огромные. Безусловно, специалистов не хватает, мощности не хватает, потому что дома вводятся очень быстро, и население пребывает очень большими темпами. Вот тут я считаю, как раз военные врачи могут оказать помощь своим гражданским коллегам и принять какое-то направление, какой-то объем работ по медицинскому обеспечению жителей на себя. И поликлиника на Садово сейчас этим занимается. Люди могут обращаться, прикрепляться на медицинское обеспечение к этой поликлинике и получать все медицинские услуги в поликлинике по полису бесплатно. Что же касается стационарной помощи, мы оказываем ее жителям Российской Федерации по полису обязательного медицинского страхования бесплатно. К сожалению, эти объемы для нас квотированы. Они имеют определенные ограничения на год. Мы не можем пролечить более тысячи пациентов в год по системе ОМС. По большому счету для нас эта нагрузка небольшая. И мы готовы принимать пациентов в большем количестве. Для этого сейчас руководством госпиталя проводятся активные мероприятия, поданные заявки в Министерство здравоохранения об увеличении объемов медицинской помощи стационарной для жителей города Одинцова. Сейчас мы стараемся оказывать в основном высокотехнологичную медицинскую помощь по системе ОМС. Госпиталь имеет лицензию на выполнение 10 видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ну, попросту говоря, кроме операции на открытом сердце, в госпитале, в общем-то, выполняется все. И, конечно, хочется, чтобы эта помощь была доступна для жителей Одинцова, в том числе и для тех, которые не относятся к Министерству обороны, которые приезжают в Одинцово, выбирают его местом своего дальнейшего проживания. Вот. Сейчас эта работа активно ведется. Какими мощностями вы располагаете, какие основные направления у госпиталя существуют, и какие вы будете и планируете развивать в дальнейшем? Ну, вот сейчас, на данный момент у нас, конечно, вот за предыдущий период жизни госпиталя наработаны довольно серьезные методы лечения. И эти методы лечения направлены на минимальную, скажем так, операционную травму пациенту. Очень широкое направление, очень широкое развитие в этой связи получает направление эндовидеохирургической помощи. То есть, это операции, которые делаются с минимальным разрезом, с минимальным травмирующим воздействием на организм. 45% операций в госпитале делаются сейчас вот таким вот, скажем так, малоинвазивным способом для организма. Малоинвазивная хирургия. Это довольно хороший показатель. Он на уровне, скажем так, среднеевропейского. Причем операции эти делаются как на брюшной полости, на органах малого таза, на грудной клетке. И это дает пациенту возможность раньше вернуться к работе, в семью, с меньшими потерями для своего здоровья. Это одно из направлений. В том числе очень широко применяется в лечении онкологических заболеваний. К нам иногда даже попадают пациенты, от которых, ну скажем, по тем или иным причинам отказались какие-то другие больницы. Но онкология – это тоже один из острейших вопросов, которые на сегодняшний день стоят. Есть ли у вас онкологическое отделение и планируете ли вы развивать вот это направление непосредственно? Потому что онкологии с каждым днем становится все больше. И в том числе это, как это не печально звучит, это и жители Одинцовского района. И, конечно же, было бы удобнее, если бы все проходило в рамках собственного района. И не надо было бы выезжать далеко, в Московскую область, для прохождения того или иного лечения. Да, это очень важно для жителей. Потому что, во-первых, не секрет, чтобы получить какую-то высокотехнологичную помощь, необходимо пройти определенные ступени и затратить какое-то время для пациента. Сокращается лист ожидания, но, тем не менее, очередь какая-то все равно присутствует. Для таких пациентов необходимо максимально быстрое получение медицинской помощи. У нас проводятся операции, высокотехнологичные операции при онкологических заболеваниях, практически при любом виде онкологического процесса. Более того, мы сейчас внедряем, и это, в общем-то, шаг в будущее, мы внедряем так называемую методику органосохраняющих операций при онкологических заболеваниях. Начали уже выполнять наши специалисты такие операции, как эмболизация артерий матки при больших доброкачественных опухолях матки, без того, что позволяет сохранить орган. Эмболизация артерий простаты при больших аденомах простаты. Это такие прогрессивные методы лечения, которые позволяют сохранить орган, но удалить онкологический процесс. Помимо операций и оперативных вмешательств, дальнейшие курсы реабилитации, курсы химиотерапии, они могут проходить на базе вашего лечебного учреждения? Нет, возможностью химиотерапии мы не обладаем, поэтому отделения химиотерапии у нас нет. Поэтому таких пациентов мы уже проведя первый этап лечения, оперативное лечение, мы, как правило, направляем онкологический диспансер, где они получают этот вид помощи. В связи с юбилеем, какие, может быть, приятные сюрпризы ждут и врачебный персонал, и, конечно же, жители. Что, может быть, появится в связи с такой круглой, красивой датой? Дата действительно круглая, мы к ней серьезно готовимся. Сюрпризы для персонала госпиталя, ну, это будет такое, во-первых, это масштабное проведение такой научно-практической конференции, которую мы планируем. Второе, это будет традиционное празднование дня госпиталя с концертом, с музыкантами, артистами. Для жителей мы, конечно, хотим сделать не сюрприз, а хотим сделать именно лучшее качество медицинской помощи, которую они получают. В том числе и с нашим участием. Да, доступность. Мы сейчас проводим эту работу активно, чтобы жители Одинцовского района могли получать больше медицинских услуг в нашем госпитале. Спасибо, Алексей Федорович. Я надеюсь, что ваши специалисты станут в будущем постоянными участниками нашей программы, расскажут о тех нововведениях, о тех направлениях оказания медицинской помощи, которые в вашем госпитале есть. Спасибо, Мария. Это важный момент. Доступность не только медицинской помощи, но и информации о проблемах со здоровьем, которая позволит пациенту быстрее обратиться за медицинской помощью. Мы только за здоровье ваших пациентов и наших телезрителей. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.